Минувшую пятницу состоялось заседание третьей сессии районного совета седьмого созыва. После традиционных поздравлений и награждений перешли к работе. Основной финансовый документ района – один из первых вопросов, который значился в повестке дня. Народные избранники приняли бюджет на 2016 год. Кроме этого, депутатский корпус принял ряд районных программ практически во всех отраслях жизнедеятельности. Также рассматривали вопрос о принятии на баланс коммунальной собственности района и дом офицеров. Украины 2 грудня 1996 року про поэтапную передачу до коммунальной властности объекту социальной инфраструктуры. И тогда до нас был лист, что мы сгодны дать сгоду на принятие. И вот мы тогда приняли решение, что мы даем сгоду. Однако мы дали сгоду, они потом придумали. В следующем году, в 2012 году, через три года, уже наше скликание шосте, также было на основе, до нас вернулися постанова Кабинета Министров от 29.08.2022 року про затверджения порядка выключения и передачи военно-мойна военно-мойных сил. И тоже нам была как бы пропозиция, чтобы мы приняли. Мы это решили, Белоград, на даты, дозрил, на принятие в коммунальную властность. Сейчас мы должны, и обращение Михаила Ивановича Титарчука, чтобы мы просто взяли на контроль и наповнили себе, что мы давали два раза вам сгоду, и вы же нас спросили. Сейчас давайте доручить районной раде, подготовить текст, все-таки, звернение, про то, что есть два наших решения, просим повернуться до розгляда данного вопроса и передать в коммунальную властность району Белгороднестровского Титаманин. Также в ходе заседания не обошли стороной и обсуждение бюджета области. В частности, Белгороднестровскому району досталось всего 6 миллионов гривен. 4 миллиона на расчистку устья реки Алкалия и 2 миллиона на берегоукрепляющие работы в селе Шаба. Депутатский корпус принял решение письменно обратиться в Одесский областной совет с просьбой пересмотреть цифры финансирования. Я тоже прогнал вопрос, почему на самом деле у нас фактически Алкания и Шаба, Алкалия. После праздников там еще будут, скажем, такие дискуссии с Рубанским по поводу пересмотра, потому что на самом деле это, скажем, предварительно. Давайте пока не будем еще перекрывать, сжать тишины, дождемся после праздников, возможно, что-то у нас получится. Потому что я как бы в администрации заинтересован, да, и Валерий Владимирович тоже. То есть в первую очередь диалог, и я знаю как бы уже, что, ну, что-то, наверное, поменяется. Потому что в первую очередь, я думаю, люди все спешили, конец года, все хотели куда-то уехать и быстренько все принять. Да, есть несправедливость, но мы постараемся ее как-то исправить. А завершилась сессия райсовета поздравлениями с новогодними и рождественскими праздниками. Дед Мороз и Снегурочка от районного лицея подготовили музыкальный подарок. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ Продолжение следует...